Дай почитать. Реакция на книгу некоторых критиков меня удивила. Как будто никто не знал, что воевали и Державин, и Давыдов, и Бестужев-Марлинский, и Вяземский, и Катенин, и многие другие. Для Прилепина это не первый опыт исторического и литературовического исследования. Вспомните «Подельник эпохи» Леонид Леонов, а потрясающие непохожие поэты об Анатолии Марии Нгофе, Борисе Корнилове и Владимире Луговском. Взвод – это могучий ура нашей русской литературе, ее ярким представителям. Это взгляд на известных сочинителей, но под другим углом зрения. И вот потрясающие биографии русских литераторов, их титанические характеры, трагические судьбы, неординарные мышления предстают перед нами читателями XXI века. Захар Прилепин – прекрасный филолог, чуткий к слову, описывает не только судьбы 11 поэтов первой половины XIX века, но и тонко проводит литературные параллели. Помещая в одно пространство Державина и Бродского, Дениса Давыдова и Владимира Высоцкого, Вяземского и Максима Амелина, Раевского и Жигулина, Бестужева-Марлинского и Лермонтова. На первый взгляд кажется, что ничего нового не узнаешь. Но вдруг, все больше погружаясь в жизнь и творчество описания, понимаешь – нет, не все знал, не все прочувствовал. Художественная интуиция Захара Прилепина феноменальна. Может, еще и потому, что он и сам солдат и писатель. И вот поручик Гаврила Державин, адмирал Александр Шишков, генерал-лейтенант Денис Давыдов, штабс-капитан Константин Батюшков и другие составляют как бы единый психотип готовых умереть за Отечество. «За тебя на черта рад, наша матушка Россия, нещадно бить врагов и испытывать неукротимую жажду боя. Я люблю кровавый бой. За нами горы тел кровавых. Лестно было назваться воином русским». И в то же время талантливых, художественно одаренных, образованных, воспитанных на лучших европейских образцах культуры и своими стихами, даже шедеврами, навека прославивших нашу великую русскую литературу. В небольших по объему, то ли биографических очерках, то ли литературных портретах, Прилепин деликатно и увлекательно показывает духовный и творческий путь каждого своего героя. Благодаря прекрасному знанию истории российской словесности и истории нашего государства, писатель проводит точные аналогии между прошлыми и будущими проблемами. Патриотов и либералов, Европы и России, западников и славянофилов. К сожалению, обо всем за нашу короткую передачу рассказать невозможно. Только читать взвод Захара Прилепина. До новых встреч. Дай почитать.